Одно из старейших предприятий города с рабочей поездкой посетил губернатор Станислав Воскресенский. Акционерное общество «Ивановские строительные материалы и абразивы» основано в 1898 году. За вековую историю компания прошла путь от выпуска кирпичей до производства абразивного инструмента. Среди наших заказчиков большая доля занята европейскими компаниями. Например, если мы возьмем компанию «Хилки» – это «Лихтенштейн». Они являются лидерами в области производства электроинструмента, ну и расходных материалов, то есть абразивов. Мы производим для них продукцию. Производим продукцию с 2018 года для компании «Метаба» Германия. В 2018 году был подписан контракт с компанией, ранее называлась «Хитачи» Япония, то есть сейчас они переименованы в компанию «Хайкоки». На сегодняшний день «ИСМА» – второй по величине игрок на отечественном рынке абразивных инструментов. В ассортименте предприятия представлены разнообразные шлифовальные круги, шкурки, бруски. Всего более 5000 наименований. Одно из последних достижений – закупка первоклассного итальянского оборудования. За последние два года мы значительно увеличили объемы выпускаемой продукции за счет приобретения нового высокопроизводительного современного оборудования. То есть сейчас, в настоящий момент, за последние пять лет мощности производственные нашего завода выросли в два с половиной раза. Одна из главных проблем предприятия – жесткая конкуренция, причем не только с российскими компаниями. Собственники жалуются – рынок наводнили китайские инструменты, которые якобы не имеют соответствующей технической документации. По российским законам, наш инструмент является опасным при использовании. И мы делаем декларацию, соответственно, сертификат соответствует. А вот те въезжают без всякого сертификата. Точно? Абсолютно. У них маркировка даже не соответствует. У них маркировка даже не соответствует. То есть они работают на нашем российском рынке по своим правилам. Кроме того, руководство попросило помощи в получении льготного займа из Федерального фонда развития предприятий. С губернатором очень хорошо поговорили. Мы просили помощи Фонда развития производства, малых и средних предприятий, федерального фонда. Поскольку мы просили большую сумму, 100 миллионов рублей помощь, под малые, естественно, очень низкие проценты, то это не входит в компетенцию и в задачу местного регионального фонда. Поэтому губернатор нам пообещал свою протекцию в Федеральном фонде развития производства. В перспективе ИСМА планирует увеличивать объем экспорта. Сейчас решается вопрос о поставках инструмента для немецкого производителя бытовой техники БОШ. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.